Продолжаем разговорить о смартфонах в различных ценовых категориях и сегодня, сегодня, в этом видео смартфоны от 200 до 250 долларов то есть всего лишь 3 штучки я нашел смартфонов которые считаю интересными к рассмотрению и соответственно к потенциальной покупке и на третьем месте у нас расположился смартфон Elephone P5000 чем меня заинтересовал этот смартфон не скажу, что мне очень сильно нравится его дизайн то есть что у него есть какие-то супер, мега какие-то интересные фишки в его внешности то есть дизайн, ну скажем так, вполне такой обычный то есть чего-то такого супер-пупер как бы я в нем не нашел но заинтересовала его начинка, то есть скажем так, его внутренний мир а именно самое интересное для меня это батарейка 5350 мА 5350 мА при толщине смартфона всего лишь 9,3 мм то есть огромная батарея и небольшая толщина то есть такое встретишь как бы не часто и очень даже таки интересная компоновка также в этом смартфоне он установлен, хотя не самый новый но предыдущего поколения процессор, который имеет 8 ядер это Mediatek 65902 2 гигабайта оперативной памяти 16 гигабайт встроенной 5-дюймовый Full HD дисплейчик и камера на 16 мегапикселей то есть аппарат выглядит очень интересно хотя вот честно говоря процессор меня не очень привлек то есть вот это для меня являлось решающим фактором для того чтобы выделить его как интересный смартфон для покупки и соответственно вот это вот как бы самое основное что мне было важно и интересно в этом аппарате процессор в принципе справляется фактически с любыми задачами на сегодняшний день но за делом на будущее конечно хотелось бы чтобы стоял какой-то уже более производительный здесь камушек но как говорится как есть что есть то есть аппарат позиционируется скорее всего для людей которым важна автономность которым важно чтобы он был на связи очень очень долго без подзарядки и я думаю что вот этот будет решающим фактором а не все таки процессор который там есть ну и камера в 16 мегапикселей если она делает хорошие фотографии будет очень даже таки отличным бонусом дополнением к вот этой вот батарейке вот смартфон расположил я на третьем месте аппарат у нас поддерживает 2 сим карты поддерживает нас частоты 2g 4g 3g 4g к сожалению не поддерживает но хотя я думаю что скорости 3g у кого доступна она то будет в принципе вполне таки хватать вот то есть на третьем месте расположился смартфончик элефон P5000 такой себе долгожитель с очень даже таки неплохой заявкой на лидерство на втором месте я расположил смартфон Lenovo Vibe X2 который в последнее время очень даже таки подешевел потому что буквально месяц назад он стоил фактически 300 долларов сейчас вот можно взять его 230-250 долларов в зависимости от комплектации ну и в зависимости также от продавца вот то есть у этого продавца он стоит 245 долларов как раз попадает в нашу категорию и чем он меня заинтересовал это интересовало меня тем что в нем установлен новый процессор от компании Mediatek это процессор 6592 с приставочкой N то есть у него часто не 2,2 ГГц а 2 ГГц, но я думаю что даже этих 2 ГГц вполне с головой хватит для того чтобы решать любые задачи которые вы ему поставите у меня в Mediatek 4 стоит не урезанная версия 2,2 ГГц а мне ее как бы с головой здесь как бы я думаю это особо погода абсолютно как бы не испортит также фишкой аппарата является 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти и это неспроста потому что в аппарате нет слота для расширения SD-карт то есть для того чтобы расширить внутреннюю память у аппарата также есть камера 13 Мп поддерживает он фактически все необходимые частоты 3G, 4G, 2G то есть все как бы у него есть аккумулятор у аппарата не самый мощный 2300 мА всего лишь то есть на протяжении суток активного использования я думаю что он должен таки был бы прожить единственная претензия у меня к нему это его дизайн то есть он немножко скажем так спорный да прикольная компоновка из вот таких вот четырех слоев ну как здесь три слоя и четвертый как бы дисплей ну а это так скажем на любителя то есть ну и цвета тоже белый и золотистый golden and white и я знаю что есть еще вроде версия крас в красном цвете ну тоже опять таки на любителя и это в принципе можно считать небольшим минусом аккумулятор 2300 мА тоже не является его сильной стороной у этого смартфона фишка его все таки в процессоре фишка есть все таки в камере ну и фишка есть все таки в дизайне вот ну и здесь вот видите есть такие вот контактные задние крышки которые предназначены для того что можно подключать различные аксессуары которые произведены для этого аппарата именно можно подключить внешний бампер чехол со встроенной батареей тоже по моему чуть ли там 2300 мА я не помню точно но есть такая как бы вещь ну и там еще дополнительная может быть внешний динамик JBL и вроде бы еще как бы что то вот то есть смартфон интересен как бы но но есть как бы нюансы и потому у нас расположился всего лишь на втором месте на первом месте я расположил мы используем один ноут но только версию как раз вот которая поддерживает уже частоты 3G и 4G которые работают вне Китая то есть она дороже идет чем обычная версия TDLTE то есть 100 около 200 это уже идет 220 270 в зависимости от комплектации и соответственно как бы уже варьируется цена достоинства и недостатки все точно такие же как я обговаривал в прошлом видео то есть достоинства это новый процессор хороший дисплей это две sim карты это неплохая батарея 3140 миллиампер ну недостаток то что нет у него расширения слота слота расширения для sd-карт то есть расширить память не получится и сразу нужно думать о том чтобы приобретать смартфон либо 16 гигабайтами либо же сразу же брать 32 ну цена тогда соответственно меняется ну не сильно 30 долларов но все же как бы вот так что вот такая вот штука три смартфона первый у нас Meizu M1 Note FDLTE версия второй у нас Lenovo Vibe X2 ну и третий Elephone P5000 за его мега сумасшедшую батарею вот на этом тогда это видео мы закончим и в следующем видео вы увидите смартфоны ценовой категории 250-300 долларов